Спасение близких людях. Дед был политическим сыльным, тетя, собственно. До сих пор находится в Хаджи. Русские люди не хотят помнить свое прошлое. Мария, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости в студию. Очень приятно вас видеть в Кишиневе. Спасибо. Как вы себя здесь чувствуете и вообще как вам город? Мне здесь очень спокойно, мне здесь, я даже не побоюсь этого слова, счастливо. Ну и вообще за последние два года, я думаю, ну почти два года, мне, наверное, первый раз хорошо. Ничего себе. Кишинев должен собой гордиться, мне кажется. Кишинев — прекрасный город, и ваши люди, которые прям так открыто ко мне с таким добром. Спасибо вам. И вы здесь, тем более по такому прекрасному поводу, вы нашли дневник своей про бабушки, если я не путаю, которая родилась, жила в Кишиневе вместе со своим мужем, причем политическим сыльным из Харькова, по фамилии еще и Зеленский. Все верно, и прям вы наизусть все это сказали. Наизусть буквально, да. Но просто как бы рифмы с сегодняшним днем, они кажутся немножко даже безумными, как художественное преувеличение, что и Харьков, и Кишинев, и фамилия Зеленский даже. И еще я нашла свою сестру, вернее, она меня нашла, моя траверная сестра, которую зовут Мила Зеленская, она из Харькова. То есть просто все сошлось, и вы впервые встретились тоже в Кишиневе. Да. А как вообще вот вы нашли этот дневник? Собственно, по дневнику вы здесь будете представлять свой моноспектакль и представите саму книгу. Когда и как вы вообще нашли эти записи? И где? Этот дневник хранился много десятилетий у папиного брата в Новокузнецке, и в 2015 году дневник добрался до отца, и отец отдал мне его. А почему вы именно сейчас были готовы и решили превратить его в спектакль или в книгу? Ну, это, у меня сейчас даже такое ощущение, что это не я была готова, а это как будто моя прапрабабушка сказала, давай сейчас. Потому что как только я прочла дневник в 2015 году, я сразу поняла, что необходимо рассказать эту историю, и был написан сценарий полного метра, и потом мы должны были снимать сериал. Сериал тоже был написан, но это не случилось. Не буду вдаваться в подробности, но сейчас я очень рада, что в тех реалиях, в России, эта история не была рассказана. Потому что сейчас есть возможность рассказать ее честно, как она есть. А что бы, по-вашему, пришлось в этой истории, что ли, прикрывать? Вот если делаете акцент на том, что здесь можно честно, что там бы пришлось как-то менять? Ну, сейчас вообще в наши дни, ну, я полагаю бы, цензурировали серьезно. А в 2015 году это тоже уже чувствовалось? Нежелательность, что ли, этой истории? Я до конца не понимала, что происходит, но, в принципе, да, конечно. А до этого момента, вот как вы нашли эти записи, что бы вы вообще знали вот эту историю, эту часть истории семьи, что вы как-то связаны и с Молдовой, и с Украиной, и все это вот так переплетено? Нет, я не знала ничего. Ну, и у меня с маминой стороны очень много родственников, и я много чего знаю. А с папиной стороны мне всегда не хватало информации. Я знала, что у меня была прекрасная бабушка Наташа, которая была режиссером кукольного театра в Новокузнецке, собственно. И дедушка Лева, который был артистом в кукольном театре. Но я их не застала. Наверное, дедушка меня видел один раз, когда я только родилась, а бабушка умерла так со мной не встретившись. Она уже болела, когда я родилась в Новосибирске. Она была в Новокузнецке, умирала. Но она прислала мне несколько телеграмм. Они до сих пор у меня сохранились. Поэтому я чувствовала такую близость с ней, наверное, прям с детства. Потому что я вот осознала, что, представляете, ты только рождаешься, а тебе уже такая уважительная телеграмма. Тебе там несколько недель, а тебе пишут «Здравствуй, Маша». Вот мы очень рады, что ты пришла к нам в мир. Потому что мне кажется, что сейчас как-то по-особому ощущается вообще важность и семейных связей, и собственной истории. Вот до войны вы насколько были готовы, и вам было, в принципе, интересно погружаться в личную свою семейную историю? Мне всегда было интересно погружаться. Не все мои родственники были готовы к моему погружению в историю моей семьи. Но первое, что я сделала, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я перечитала этот дневник. Как только у меня появилась возможность просто выключить новости, я сразу схватилась за дневник. А почему? Вот из чего возник этот импульс? Что вы там сказали? Мне хотелось уже из сегодняшнего дня его прочесть. Я хорошо его помнила, потому что мы много лет работали над проектом, как кино, как сериал. Поэтому я его знала очень хорошо. Ну, я помнила, естественно, что мой дед был политическим ссыльным, что он не участвовал в терроре. Он, в принципе, занимался образованием людей. То есть рассказывал, как их обманывает власть. Ничего нового. И его затаскали по тюрьмам. Он просидел в Петропавловской крепости много месяцев, уже совершенно больной. У него одно легкое совсем отсутствовало, второе тоже было сильно повреждено. Он умирает от чахотки, будучи очень молодым человеком. В 34 года, ну, по разным версиям, кто-то говорит, 28 лет ему было. Ну, вот как мы с историками установили, все-таки ему было 34 года. Ну, такую очень непростую жизнь он прожил. Я помнила, что он был из Харькова. И я постаралась, читая, найти ответы на вопросы вообще, что произошло. Что произошло и почему все это не заканчивается. И когда, главное, это закончится. Нашли какие-то ответы? Ну, да. Нашла ответ. Ну, для меня этот ответ связан с тем, что русские люди не хотят помнить свое прошлое, не хотят признавать свои ошибки. И поэтому так ведут себя со своими соседями. Как тогда они вели себя с поляками, финнами. Но сейчас я тоже не буду перечислять страны, которые пострадали, включая ваши. Ну, кстати, это заметно, в принципе, и по вашей, собственно, сфере, да. Это заметно по кино, по театру, что, в принципе, в России всегда было очень мало спектаклей, там, связанных с теми же гулагами, с какими-то сложными страницами истории, там, сегрегацией евреев. То есть этого всего просто как будто не было. Вот насколько это ощущалось? И было ли у вас, допустим, раньше, когда вы больше работали в России, как-то желание в каких-то подобных проектах участвовать? Видели ли вы их? Ну, все равно спорадически появлялись такие проекты. Я, к сожалению, в них не участвовала. Не потому что не хотела, а потому что так сложилась моя судьба. Я очень рано начала сниматься. И я все-таки начала с таких длинных сериалов. У нас, у артистов, куда попадешь сначала, там потом тебе долго-долго-долго надо идти по этой дорожке. И я только, наверное, в последние годы стала сниматься в России там, где я хотела. Последний мой съемочный день в России был в феврале, за несколько недель до войны, у Кирилла Серебренникова. В фильме, который скоро выйдет, про Лимонова, тоже еще одного революционера. Я играла как раз его первую жену из Харькова. Это прям прям все как-то взаимосвязано получается. А где и при каких условиях он выйдет, собственно? Ну, вот мы узнаем. Ну, понятное дело, не в России. Мне кажется, почти все участники этого проекта выехали. Прайд был поставлен на паузу на много-много месяцев, и мы доснимали его в Риге. А вот как... Потому что понятно, что спустя много лет, если вы сначала работали над дневником вашей прабабушки, как над сериалом, но превратили его в моноспектакль. Вот как повлияло ли, может быть, на устройство этого моноспектакля текущая ситуация? И, скажем, те же ваши семейные отношения, да, про которые... Ну, как бы это широко известно, что ваш отец, к сожалению, поддерживает достаточно активно военные действия России в Украине. Вот это как-то сказалось на и вашем собственном восприятии, и том, как теперь сделан и выглядит этот спектакль? Нет, отец, наверное, нет. Нет, я с любовью в сердце оставила его как отца, но пока его в моей жизни нет по-прежнему. Но у меня появилась Мила, моя сестра, в которой я нашла серьезную опору, и, надеюсь, она тоже нашла во мне. Потому что я себе как раз задавала вопрос, как так бы я одна вообще, имею ли я право рассказывать эту историю вообще всей своей семьи. Ну, я понимала, что юридически я имею право это сделать, а вот человечески я до конца не понимала. И когда появилась Мила в марте этого года, я ей рассказала про свою идею, я тогда сидела один на один с дневником, я рассказала про идею сделать моноспектакль, и на тот момент тогда еще про мечту, что когда-нибудь, возможно, будет книга. Потому что книга, конечно, я как человек, который очень любит читать книги, настоящие, живые, чувствует запах страниц, мне казалось, что, конечно, главная цель, это даже как бы не кино, ну, тем более, там, не сериал и не моноспектакль, а вершина — это книга. И, конечно, для меня это прям серьезное событие, что теперь она есть. И с 18-го числа у вас будет продаваться в магазинах «Либрариус». И Марку Евгеньевичу Ткучуку, который прочел эту историю, и сразу сказал, что это невероятно. Я как историк могу сказать, что это необходимо издавать сейчас же, я благодарна невероятно издательству «Стратум». Это большое-большое такое событие, что это именно книга. А как сложились ваши отношения с вашей сестрой Милой, которая, я так понимаю, эвакуировалась уже после начала войны из Харькова? Российские войска разбомбили школу ее сына, да, они выезжали из-под обстрелов на полу в переполненном поезде. Как многие-многие-многие украинцы. Она выехала в Вену с сыном маленьким, за год выучила немецкий, пошла работать. Очень умная девчонка, талантливая. Она и барабанщица, и хорошо поет, и при этом айтишница. У нее все было превосходно в смысле карьеры в Харькове. Очень много прекрасных перспектив. Она еще училась на журналистском факультете сначала и подписывалась как Мила Зеленская. Чтобы вы понимали, наша бабушка подписывалась Миля Зеленская. Просто так прям близко. И Мила все бросила. И теперь работает просто в магазине. Было ли вам как-то сложно, что ли? Потому что понятно, что в принципе людям достаточно сложно и находить друг друга, находить новое взаимопонимание, когда вот никогда в жизни не общались, а тут вдруг родственники. Ой, я очень боялась. Я очень боялась. Мы начали переписываться. Вот она мне написала сначала в Инстаграм, что она, похоже, моя троюродная сестра со стороны Зеленских. Ну, просто благодарила за позицию. Она там не предлагала общаться. Но я так впечатлилась ее появлением, потому что я как раз в этот момент сидела с другой, с Зеленской, с Милей. И я сама стала ей говорить, ой, вы знаете, мне кажется, у меня есть дневник нашей прапрабабушки, не хотели бы вы прочитать. И мы очень-очень так на вы, с дистанции. Она сказала, да, вы знаете, я бы очень хотела. Разрешите, позвольте, извините. И вот так потихоньку-потихоньку мы начали переписываться. Она была под большим впечатлением от дневника. Она сказала, что я была бы вам так благодарна, если бы был моноспектакль про книгу. Я даже не знаю, как это возможно или нет. Но для меня и для моей семьи это было бы очень важно. И вот потихоньку, прошло месяца два, и только после этого я сказала, ну, может быть, мы поменяемся с телефонами и там будем продолжать на вы разговаривать, потому что мы все это время переписывались в Инстаграме. Мы обменялись с телефонами, еще пару месяцев поговорили на вы, потом только перешли на ты. И все, и стали переписываться каждый день. Мы прям стали подружками. Мы стали подружками, мы звонили в грустные моменты друг к другу, веселые. Мила писала, когда в очередной раз обстреливали ее город. Мама Милы, моя тетя, собственно, до сих пор находится в Харьже. Она отказывается выезжать, как многие украинцы, которые не готовы покинуть свою землю. Но все равно я волновалась, мы же лично с ней не виделись. А в жизни она оказалась еще круче. Не было какого-то внутреннего барьера? Потому что я знаю, как бы у выходцев из России, у многих, да, даже если они против войны, как бы, если они осуждают прогрессию, все равно есть какое-то, ну, что ли, чувство вины. И немножко сложно разговаривать, общаться с украинцами, тем более напрямую пострадавшими от вторжения. Вот у вас не было какого-то такого ощущения? Или вы как бы сразу как-то нашли общий язык? Ну, вот это такой камень вины, он все равно, он просто как бы там сидит. А как общаться с украинцами, мне кажется, это зависит от самого украинца, который с тобой общается. Мила ни разу не поставила меня в такое тяжелое положение, чтобы этот камень меня как бы придавил. Нет. Вот вы как раз тоже упоминали, что в России вообще, в принципе, не очень и про сложные темы говорят, и в семейной истории копаются. Вот вы видите, почему так сложилось, и к чему это, собственно, привело, приводит? Ну, к чему это приводит, к сожалению, мы видим все. Именно к этому и приводит, когда ты не знаешь свое неудобное прошлое. Есть такая книжка, не читали вы ее, «Неудобное прошлое» Эппле? Вот очень жаль, что мало людей ее читают. Я всегда последним пыталась выяснить, продается ли она до сих пор в России. Похоже, уже не очень. А есть, кстати, какой-то шанс на то, что книга вашей прапрабабушки будет издана в России каким-то образом? Я не знаю. Я не уверена. Мне кажется, скорее она будет издана в Украине на украинском языке, когда Украина победит. Поедем с Милой, надеюсь, в Харьков. Ну, или она сама приедет и представит эту книгу. И я еще так заметила, что очень многие, опять же, вынужденные мигранты из России, вот только сейчас в условиях, ну, действительно, и вынужденной миграции, и войны, очень многие начинают вспоминать, искать своих родных в других странах. Правда? Ну, как бы, я это вижу, просто у нас даже вот недавно был кинокритик Антон Долин, да, который просто приезжал на спич перед аудиторией, оказалось, что у него там тоже какие-то родственники в Бессарабии были рождены. И какой-то как будто тренд вообще вспоминать свои корни. Мне кажется, это не тренд, мне кажется, это защитный рефлекс, когда ты не можешь зацепиться за не то, что будущее, даже настоящее, очень такое сейсмичное. Мне кажется, поэтому ты хватаешься за свое прошлое. И оно на самом деле помогает, оно тебя вытаскивает. Когда ты читаешь и видишь, ой, а у них такое было, ой-ой-ой. Сколько им было? 20 лет? 22 года ему было. Он в одиночку боролся с царской Россией. Интересно. Голыми руками ругался, значит, с Лениным. И удалось вам найти какую-то опору для сегодняшнего дня вот в этой истории? Ну, опору мне удалось найти в людях, потому что благодаря этому проекту вокруг меня появились десятки, десятки людей. Ну, и в вашей стране, и в Америке, где мы создавали спектакль, которые мне очень помогли и продолжают помогать. Это, ну, это прям вот, это люди. Знаете, когда в такие моменты вдруг ты начинаешь сомневаться вообще в человеке, как в изобретении, потому что, может быть, и не надо было придумывать нас. А вот благодаря не только моноспектаклю, а вообще проекту в целом, с книгой, со спектаклем, я поняла, что люди — это хорошее изобретение. Хорошее. Даже совсем ино. Совсем ино. А что для вас вообще вот помимо этого изменилось за вот эти 600 дней войны? Потому что сначала понятно, что это просто и ужас, и бессилие, все очень понятные чувства, которые мы все испытывали так или иначе. К чему вот пришли вот полтора года спустя? Ну, как будто я умерла, и у меня началась новая жизнь. Ну, вот, наверное, так. Я совсем другая, жизнь другая вокруг. А как вы ощущаете сейчас, вот где ваш дом, собственно? Где моей дочке, где мой муж. Люди, люди. Вот за эти 600 дней я точно поняла, что спасение в близких людях, которых ты любишь, которые любят тебя. А я раньше думала это. Деньги, слава. Ну, это тоже, кстати, неплохо. Помогает в экстремальных ситуациях точно. Да, да. А, кстати, как-то ваша и фамилия, и имя, и прошлый опыт вам сейчас помогает как-то устраиваться и в Америке, и как-то выстраивать свою жизнь заново? Ну, в Америке никто не знает моей фамилии. Нет, в Америке... Вообще, в Америке прошлое, что ты сделал, не имеет значения. В Америке имеет значение то, что ты делаешь там, что ты делаешь сейчас. И больше того, какая твоя последняя работа, вот что ты сделал прямо. Вот. Поэтому нет, там нет. Ну, у вас в стране... Вы спрашиваете про мою личную фамилию или мою фамилию как бы в контексте с отцом? А, в принципе, ваш опыт и, наверное, с отцом все-таки тоже связано, потому что у многих ассоциаций сейчас... Ну, наверное, в данном конкретном случае... Мне фамилия отца не очень помогает. Ну, может быть, в России бы она меня спасла от какого-то прям очень большого срока. Хотя, тоже не факт. Не знаю. Ну, в... Нет. Нет, наверное, не помогает. А как вы думаете, удастся восстановить вам в том числе вот семейные связи, которые были потеряны из-за этой войны? Потому что, как бы, к сожалению, это и ваша личная история, но это история для близкой и понятной очень многим людям сейчас. А в вашей стране тоже это происходит? И в нашей стране это происходит, и более того, как бы, среди присутствующих там в этой студии людей есть те, кто не может общаться со своими родственниками, потому что они поддерживают войну. А вы нашли ответ на вопрос, мы починим это или нет? У меня его, к сожалению, нет. Честно говоря, после последних новостей региона, в принципе, непонятно, что можно починить, насколько и когда. Поэтому... У меня тоже нет пока ответа. Поэтому я приняла, что починить не получится. Поэтому надо... Надо концентрироваться на том, что у тебя есть и кто у тебя есть. Найдите сестру, намного легче станет. Серьезно говорю. Было бы здорово, если каждый мог найти. Да, это хороший рецепт. Если вот вы меня спрашиваете про рецепт, то надо найти сестру. А куда-то дальше повезете ему на спектакль? Ну, я надеюсь, да, и по Европе, и в Америке будем играть. Ну, посмотрим, сейчас надо премьеру сыграть 25-го, 28-го, 29-го октября. Еще для меня такая большая честь, что мы будем играть именно в еврейском доме Экедем. Вот. Поэтому я постараюсь на спектакле соответствовать вот этим десяткам людей. Это называется моноспектакль. На самом деле за моей спиной такая прям армия очень-очень талантливых, смелых, добрых и умных людей. Вот мне надо одной выйти и все это показать, какие они талантливые и смелые. Субтитры создавал DimaTorzok